ПЕСНЯ 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 И родители все время спрашивали, может, не надо, куда, не получается. У меня далеки были родители от хоккея, то есть, ну, не понимали ничего. И, то есть, форму выдавали, ну, какая там оставалась, знаете, там, дырявая, какая-нибудь там убитая форма, то, что нам давали. Не могли нагрудник, то есть, ну, не было нагрудников. Соответственно, родителям дали задание, ему нужно купить нагрудник. Мы пошли в хоккейный магазин, а у меня родители не понимают, и смотрим, ну, и папа там, большой нагрудник, значит, такое надо, вот, все будет хорошо защищать. Оказывается, он был вратарский. Не понимали же этого, ну, как-то, какой должен быть. Вот, мой первый нагрудник был вратарский, вот, интересный момент. Все, все, что есть в хоккее, вот это меня все привлекло. И как-то зацепило, и я больше свою жизнь без хоккея вообще не сейчас, и не тогда, и не представлял, как вышел на лед. Без хоккея я не вижу себя. Я кайфовал, мне это нравилось. И, наверное, лет 13-14 пришло понимание, что с хоккеем я могу связать свою жизнь, потому что пошли какие-то определенные результаты. Была у нас у всех мечта пацанов в Тагиле попасть в первую команду. Ну, то есть, там, хоккейный клуб «Спутник», тоже высшей хоккейной лиги тогда играл. И у нас у всех была мечта. По окончанию детской школы я перешел в МХЛБ команду. Там поиграл два года. Это юниор-спутник команда была. И уже там на второй год моего пребывания в юниор-спутнике уже начали подключать к первой команде в МХЛ. Там, ну, так, знаете, почувствовать, что это такое вообще. Что такое мужской хоккей вообще. Потихонечку через тренировки меня начали, чтобы я начинал понимать. В 17-18 лет уже плотненько я перешел в основной состав хоккейного клуба «Спутник» ВХЛ. Получился, честно признаться, достаточно неплохой сезон. Вот этот ВХЛ «Спутники». Ну, неплохие результаты. Там уже с полсезона начал вести скаут магнитки. То есть уже разговоры с родителями, уже там первые такие интересные разговоры по поводу того, что вот ты интересен нашему клубу, продолжай работать, продолжай показывать результаты, мы за тобой следим. Соответственно, представьте, 18 лет пацану, у него в КХЛ только мечта может быть. А еще тем более, если топ-клуб магнитка. И, конечно, крылья вырастают, и ты еще сильнее там начинаешь добавлять, добавлять. Ты неплохие результаты показываешь, и этими результатами я получил вызов в молодежную сборную России. Валерий Константинович Брагин там. И поехал на сбор. Я простой парень из Нижнего Тагила, поехал в сборную. Никто не верил, никто не знал. Ну, то есть меня отправили там с тремя клюшками. Я приехал, там у пацанов паки клюшек. Ну, то есть три клюшки, почему? Потому что все думали, ну, он сбор пройдет, и его обратно вернут. Ну, то есть отбор вот этот вот на турнир. И его обратно отправят. А получилось, что я не просто попал в состав, который поедет на турнир четырех наций. А еще мне там Валерий Николаевич Буков Куа пришел ассистентом. И во втором звене. И я как раз, когда вот перед матчем со Словаками, первым четырех наций, увидел майку Буков Куа. И, соответственно, еще и ты одеваешь майку сборной России. Это, ну, незабываемые вот эти вот чувства, что ты представляешь свою страну, там играет гимн. И опять же вырастают крылья, и там получилось, что я ушел с этого турнира лучшим нападающим. Начал пахать, тренироваться и ждать, как будет развиваться моя дальнейшая карьера. Получилось так, что магнитка, она выкупила из спутника. И все. Так я перешел в хоккейный клуб «Металлурмагнитогорск». Сейчас мы смеемся всей семьей над этой ситуацией, когда, блин, ну, ты первый раз же, 18 лет, там, 19 мне было, и ты первый раз уезжаешь из дома, там, слезы, сопли, все ревут. Как будто, блин, куда-то на войну отправляют. Знаете, сейчас смеемся мы над этим моментом, а это такой интересный был. Конечно, когда я приехал в «Металлурмагнитогорск», там, такие условия и так далее, то есть, там, времени скучать по дому даже не было совсем. Там, только подготовка и весь нацеленный на работу. Мне повезло в какой-то степени. Во-первых, мне повезло в том, что я находился в такой команде мастеров, даже не только на льду, а даже и в жизни, как они относятся к делу, к каким-то жизненным определенным ситуациям. В принципе, тот год был, я, наверное, не многие знают, а для меня это, как бы, такой, знаете, очень такой воспитательный момент был, и с которым я все равно до сих пор вспоминаю этот сезон и стараюсь из него брать лучшее, чтобы привнести в той команде, в которой я нахожусь. Потому что сезон начинался ни шатка, ни валка. Команда «Металлург», которая, там, ставит себе огромные задачи, там, такая ситуация была, что мы, по-моему, даже могли, ну, там, седьмое или восьмое место, то есть, мы там могли вообще в полов не попасть. Это было полсезона, вот, где-то с полсезона вот такая ситуация была. Я не знаю, не многие вспомнят, тогда Майка Кинона уволили. То есть, это, блин, тренер, такая легенда, а его просто снимают. Ну, это все там. Я даже не забуду вот этот момент, когда нас собрали и объявляют о том, что Майка, все, до свидания. Там слезы на глазах у Майка, там все в шоке, не знают, что делать. Ну, дальше, ну, такой момент. И не забуду слова Ильи Петровича Воробьева. Он, ну, Майк попрощался, он нас собрал. Он говорит, пацаны, я как никогда в этом году уверен, что мы выиграем кубок. Мы все такие, ну, мы идем там на шестом месте, просто переглядываемся, нам бы в полов попасть. Ну, и результаты-то такие все показывали. То есть, я, говорит, как никогда уверен. Просто давайте зубы стиснем и будем пахать. Одеваем рабочие сапоги и понеслась. И он какие-то моменты подкорректировал в игре. Команда сплотилась. И там выправили ситуацию, по-моему, регулярно чемпионат на втором или на третьем месте закончили. И плов. Ну, такая вот получилась история. Хотя и плов тоже начинался с автомобилистом. Самая тяжелая серия была. Потому что там 4-2, и там тоже могло повернуться в любую сторону. На характере выиграли, потом Сибирь обыграли, Уфу обыграли. И финал вот этот, ЦСКА, которая там, ну, просто всех разорвала. Все говорили о том, что у «Магнитки» вообще никаких шансов абсолютно. И первый матч об этом сказал, когда мы проиграли первый матч серии 5-1 ЦСКА. И опять же, тогда мы пришли в раздевалку после 1-5, и все говорили, да мы их обыграем. Да я вот мне, представьте, молодому пацану, я ничего понять не могу, откуда уверенность такая. Мы 1-5 проиграли, куда тут что выигрывать будем? Там уверенность у мужиков. То есть, ну, вот сейчас я это уже понимаю, но как они чувствуют это по игре, вот эти все нюансы, моменты, за счет чего мы можем обыграть в ЦСКА. Хотя тогда это казалось, ну, невозможно. Там такие, там, Радулов, Зайцев играют, да, там, Телегин тогда на таком уровне играл. Ну, и так и получилось, что второй матч зацепили, там, третий, по-моему. Потом могли дома закончить серию. Мы проигрывали 0-2 за 2 минуты до конца. 1-2 сделали счет, за 30 секунд до конца сравняли 2-2. Там всплески, слезы вот эти, вот знаете, ну, не то, что там радости, а вот какие-то вот, у тебя эмоции такие вот прям выскакивают. Вау. И проиграли в овертайме, конечно, там все, головы опущены, мы настолько отдали, там, вроде, вот оно рядом было, а проиграли. И пришли в раздевалку. Там поникшее настроение, это не за Рипов, который, ну, это человек, наверное, там, и, понятно, игрок, очень высокого уровня, но он и в раздевалке красавец. Там просто, он может поднять, там, из окопа в команду, там, пару слов сказать, и просто все побегут. Ну, тогда пришли в раздевалку, он сказал, мужики, седьмой матч точно за нами, там, вообще, даже, говорит, не переживать. У нас опыта больше. На всю жизнь воспоминания, это круто, это классно. Я помню вот это, что, когда именно выиграли и пришли в раздевалку, вроде, радоваться хочется, а то не получается. Ну, эмоции все, выжатые, как лимоны, знаете. И вот осознание, оно начало приходить постепенно, месяца через два, через три только что, вот, вроде, обладатель. Выиграть кубок, это как наркотик какой-то, тебе хочется еще и еще, и раз, ты об этом забываешь, и хочется снова. И продолжаешь дальше работать. Хочется снова испытать эти ощущения. Молодому пацану, наверное, расти, и тяжело в топ-клубе получать достаточно игрового времени. Поэтому я уже ходил к руководству, просил, чтобы меня отпустили в команду, где у меня будет больше игрового времени. Ну, и получилось, что меня обменяли в Амур. С сезонами в Амуре доволен, я получил то, что хотел на определенном этапе. Я очень доволен тем, что именно получилось так, что я оказался здесь, в игре. Да, интересный факт, мы первый матч КХЛ как раз был против Югры. Именно на таком уровне сейчас находится и команда, и вот все, что здесь, именно вся инфраструктура, это уровень КХЛ. Вот именно в хоккейном клубе Югра сейчас на данный момент. Это и, ну, и сами видите по результатам и тем, как мы относимся к делу сейчас. И да, мы показываем там сейчас 12 побед к ряду, там, и все хорошо. То есть мы с лидерами расправляемся, вроде как выглядит это достаточно неплохо, там, ну, как будто мы на голову сильнее. И при этом всем, что у нас 12 побед подряд, мы продолжаем пахать. И видно, что ни один человек не довольствуется малым. Все у нас совершенно, все мы понимаем прекрасно, какая задача, и мы все к ней идем. И это прям видно, проглядывается, что ни на секунду, ни на минуту, то есть у нас не успокаивается работа. И даже от тренерского штаба то же самое. Постоянно мы над чем-то работаем и смотрим видео, развиваемся там и так далее. И отсюда, соответственно, и у меня и складывается сравнение, да, там, вот именно ваш вопрос о КХЛ и так далее. Ну, вот Югра именно на данный момент – это команда, которая, я считаю, что, наверное, громкая, наверное, так говорить. Но это мое мнение лично, что в КХЛ сейчас бы мы вообще не затерялись именно вот таким составом, таким коллективом. Но при такой игре, которую мы показываем, и я еще раз повторюсь, что у нас еще есть резерв. Хочется выигрывать все. Вот все, что у нас, все какие есть – игры, кубки. Вот все, что есть в этом сезоне, все, что можно выиграть, хочется все это выиграть. Вот сейчас, в данный момент, вот мы все, я считаю, что все мы проникшись этим. Выиграть кубок с Югрой, я считаю, что это очень приличная цель. То есть даже не хочется вот именно разбрасывать там, какая выше, ниже. Это хорошая, хорошая цель, которую нужно тоже очень прилично попахать, чтобы ее добиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова